Двойной праздник. Саровчане отметили День России и День города. Сбор средств для наших земляков, участников СВО, объявила Городская Дума совместно с Фондом социального развития. Зону отдыха на пруду Боровом обновят. Объект победил в голосовании по программе формирования комфортной городской среды. Далее расскажем обо всем подробно. В третий раз Василий Ласточкин ездил с гуманитарным конвоем на Донбасс. Посетили Донецк и Рубежный, где расположен госпиталь, отвезли медикаменты. Продукты и лекарства закупили на средства, собранные депутатами и советом ветеранов микрорайона номер 8. Не только вещи, но и слова поддержки ценятся на фронте. По словам Василия Ласточкина, бойцы бережно хранят все детские письма и рисунки, которые им привозят. Работами детей украшены стены госпиталей. Когда это был мой второй конвой, в ящике с продуктами питания были положены письма, письма школьников, письма из детских садов. Мы им там отвезли с этим продуктом, но ящики не вскрывали. Я не знал судьбу этих писем, как это все будет. Но в крайний конвой, когда мы прибыли в подразделение, в госпиталь, нам провели экскурсию. И я увидел эти рисунки, которые расклеены по всем стенам, чтобы солдаты видели, как бы шли на поправку, радовались, что их страна с ними. И их не забыли, что они их всегда поддержат и добрым словом, и письмом. К гуманитарным конвоям Дума Сарова присоединилась несколько месяцев назад, когда депутаты узнали о проекте «Нижегородское ополчение-2022». Авторы проекта регулярно ездят на Донбасс, встречаются с земляками, получают от них конкретные запросы, по которым и формируют гуманитарные грузы. Долго искали способ помогать бойцам адресно, именно нашим нижегородцам, саровчанам, помогать в том, в чем они действительно нуждаются, и без каких бы то ни было посредников отдавать бойцам напрямую в руки те грузы, которые им нужны. Будь то стройматериалы, медикаменты, продукты питания или часть формы, амуниции. Сначала депутаты собирали средства самостоятельно, сейчас подключили фонд социального развития и призывают горожан присоединиться к помощи СВО. Формируется очередной гуманитарный груз. На фронте всегда нужны медикаменты, техника и стройматериалы. На мой взгляд, наиболее важно это моральная поддержка, это гуманитарный конвой, дающий чувство локтя нашим бойцам, чувство надежного тыла, чувство того, что с ними вместе вся большая, огромная страна, что мы о них не забываем, помним и тоже стараемся делать, если не все, то многое для общей победы. Присоединиться к сбору средств просто. Можно перечислить любую посильную сумму в фонд социального развития. Реквизиты можно найти на сайте Думы, думадефиссаров.ру. Также можно сделать перевод через систему быстрых платежей, отсканировав QR-код на экране. Обновить пляжную зону, высадить деревья и кустарники, поставить дополнительное освещение или закольцевать набережную, продолжив прогулочный маршрут. Сыровчане будут решать, как благоустроить зону отдыха на пруду Боровом. Эта территория победила в рейтинговом голосовании в рамках программы формирования комфортной городской среды. Свои идеи по развитию зоны отдыха горожане смогут представить на общественные обсуждения. В ближайшее время в разделе формирования комфортной городской среды на сайте администрации по ссылке общественные обсуждения будет размещено уведомление о проведении общественных обсуждений. Это буквально конец июня-июль, где вправе каждый гражданин направить предложения по видам работ, какие бы там хотелось осуществить. И там будут указаны как раз ссылки на адреса, на телефоны, куда это можно все направлять. По результатам общественных обсуждений сформируют техническое задание на разработку проекта. Объем финансирования – 30 миллионов рублей. Работу над проектной документацией планируют завершить до конца года. Контракт на выполнение работ заключат до 1 марта. К благоустройству приступят в мае, а уже осенью обновленная зона отдыха будет доступна горожанам. Известно, что к данной зоне отдыха неравнодушны прежде всего федерации. Это волейбола, другие общественные федерации в области спорта, туризма. Неоднократно обращались нам о необходимости устройства волейбольных площадок, увеличения их количества, об обновлении малых архитектурных форм, об устройстве пирса. И я думаю, если там уже обустроена набережная со стороны ближе к улице Бессарабинка, то, конечно, сейчас, наверное, наши горожане прежде всего захотят обустройство зоны отдыха пруд Боровой – это пляжная зона. Напомним, в рейтинговом голосовании саровчане выбирали между тропой здоровья и зоной отдыха у пруда. Боровой уже несколько раз выходила на голосование в рамках программы ФКГС. Эта победа стала действительно долгожданной. Полис обязательного медицинского страхования ОМС – это документ, подтверждающий право человека на бесплатную медицинскую помощь на территории России. Перечень услуг по ОМС постоянно расширяется. С прошлого года появилась реабилитация в поликлиниках. Если раньше необходимо было лежать в стационаре, то сейчас пациент по полису ОМС может получить амбулаторно-поликлиническую помощь. Когда пациент пришел, ему сделали массажи, ванны, физиопроцедуры какие-то, и он ушел домой. Это все сделали в поликлинике. И мы за это сейчас оплачиваем медицинским организациям. То есть это выгодно им тоже. И у нас очень хорошо развивается амбулаторная реабилитация. Количество высокотехнологичной медицинской помощи также существенно выросло. Если в прошлом году было выполнено около 12 тысяч операций, то в этом году запланировано уже 13 тысяч 800. Дополнительно выделили 300 квот на процедуру экстракорпорального оплодотворения ЭКО, которую можно сделать по системе ОМС. По полису страхования добавили операцию по удалению тромба после инсульта. Сделать ее можно в Нижегородской области. А здесь сразу на операционном столе удаляют причину. И была, например, одна девушка, которой 29 лет. Или была женщина, которой 86 лет. Я не уверена, что барышня в 86 лет сумела бы восстановиться должным образом после обычного инсульта. А ей удалили тромб. Она выписалась и ушла своими ногами домой. Ну, так же, как и девушка в 29 лет. Повеличили объем финансирования диспансеризации. При этом раньше медицинские организации все равно получали денежные средства за тех пациентов, которые должны прийти и по какой-то причине отказались от посещения. Теперь же фонд платит только за пришедших. И у медицинских организаций появился стимул вызывать пациентов. Кроме того, с этого года финансирование ОМС покрывает дорогие генно-инженерные препараты, которые выписывают людям с рассеянным склерозом. Ну, наверное, для просто аудитории это сложно. Но те люди, которые страдают рассеянным склерозом, например, они понимают, насколько это дорогие препараты и как сложно их получить. Сейчас проведена очень хорошая дифференцировка этих препаратов. И расширена схема генно-инженерных препаратов. И сейчас это лечение можно получить за счет средств ОМС бесплатно в рамках стационарной медицинской помощи. За любой разъяснительной информацией можно обратиться как к фонд ОМС, так и к своему страховому агенту, напоминает Светлана Ермолова. Путешествие во времени. Такой удивительный подарок саровчане получили на день города. Достаточно переступить порог танцплощадки в парке Зернова, и вы переноситесь в 50-е и 70-е годы прошлого века. Здесь вас встречает парикмахерская чародейка, колоритные буфетчицы с соком и водами, мужчины играют в домино и шашки, ну а женщины примеряют винтажные наряды. Работа в парикмахерской чародейке кипит задолго до начала мероприятия. Чтобы у гостей праздника было полное погружение в атмосферу самых ярких десятилетий прошлого века, здесь наводят красоту артистам и ведущим. Все в духе 50-х. Высокие начесы, острые стрелки, красная помада. На каждую клиентку у парикмахера Ксении уходит несколько минут. Девушка искренне восхищается модой прошлого и уверена, у тех трендов есть все шансы вернуться к нам. Уже элементы возвращаются, например, в чем? В одежде, в тканях, в стиле, в форме. Дополнить образ красотки из 50-х помогли винтажные шляпки и сумочки, которые дамы примеряли тут же рядом с чародейкой. А запечатлеть себя в прошлом все желающие могли на фотозоне, имитирующей классическую советскую квартиру. Дух времени передавали и колоритные буфетчицы с соками, водами и мороженым. Интеллигенты в плащах приглашали гостей за уличные столики, на партию в шахматы или домино. Эпоха середины прошлого века для праздника была выбрана не случайно. Потому что страна была на подъеме, потому что это был не только период послевоенный, когда люди были одохновлены своим будущим, когда много мечтали, расстроили планы, и был колоссальный энтузиазм. В центре площадки развернулись танцы и подвижные игры, те, в которые играли в 50-е, и которые, как оказалось, пришлись по душе современной детворе. Классики и ручеек. За участие в них гости получали талоны, которые потом обменивали на конфеты. Это живет в нас, где-то внутри. Всегда интересно, что было в прошлом. Тем более мы девочки, нам интересно, какая была мода. А потом я говорю, когда ты листаешь страницы, ты понимаешь, что очень многие игры, например, в которые мы сегодня будем играть, они до сих пор актуальны. Поэтому, ну, а все, что интересно, то интересно мне, и должно быть интересно горожанам. На празднике была возможность написать письмо потомкам, помечтать, каким будет в будущем город и страна. Они помогут нам понять, что же мы хотим видеть от своей жизни. Ничего интересного такого. Что мы хотим получить в итоге. Каким мы хотим видеть людей вокруг нас, события, страны и все такое. 50-е, 60-е гостели в парке Зернова 4 часа, и каждый нашел здесь что-то свое. Кто-то вспомнил детство, кто-то открыл для себя старые игры, а кто-то узнал что-то новое об истории города. Островок ностальгии стал ярким и трогательным штрихом на празднике дня города. Лидия Шулаева, Евгений Шихарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. С самого утра в детском парке на улице Сосина собрались юные велосипедисты и их родители, чтобы начать день активно и с пользой. Каждому, кто пришел на велопробег «Ветер в колесах», раздали воздушные шарики, из которых получился российский триколор. А чтобы взбодриться и разогреть тело, ведущие мероприятия провели для ребят утреннюю зарядку. В этом году традиционный детский велопробег сменил локацию. Стартовали всегда на площади имени Ленина, на проспекте Музрукова был велопробег. И с этого года мы решили детский велопробег переместить в детский парк, чтобы дети были в детском парке, но на велосипедах. Порядка 150 участников проехали по дорожкам парка Сосина. В праздники участвовали и совсем маленькие велосипедисты. Мама и папа поддерживали своих детей, снимали на телефон, а некоторые родители помогали ребятам уверенно держаться на двухколесном транспорте. После велопробега юных гостей парка ждала развлекательная программа из настольных игр на любой вкус. Мне очень понравилось кататься. Я сначала думала, что не смогла, а потом мне помог папа, и я покаталась хорошо. Мне очень понравилось. А тебе? Мне. А вот я катался, и я думала, что у меня не получится, но папа мне потянулся, и мне очень-очень понравилось. Почему вы вообще пришли сегодня кататься на велосипедах утром? Чтобы размяться. А ты? Чтобы кататься. А почему нравится кататься на велосипедах? Спасибо за праздник, нам подарили вкусняшки и шоколадки. Мы катаемся. С чего еще играли? В шашки. А ты что делала? Она тоже в шашки играла. На финише все дети получили сладкие подарки. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Евгений Ивашенко. Служба новостей Саров, 24. Маслиха, Красный дом, бассейн, протяжка. Для любого нижегородца это просто набор слов. И только саровчане сразу поймут, какие объекты я только что перечислила. Самый секретный город России, духовный центр, место, где соединяются религия и наука. Или просто город, окруженный лесами. Так о Сарове пишут разные интернет-источники. А что о родном городе скажут те, кто в нем живут? И за что они любят Саров? Саров вообще замечательный город. Я хоть и долгое время жила в Москве, но мне все равно сюда тянет. Потому что здесь так спокойно. Здесь чувствуется какой-то особый дух. Какая-то вот теплота. Не знаю, здесь очень комфортно. Я очень люблю свой город Саров. И мне в нем нравится его какая-то умиротворенность, которая здесь присутствует. Я люблю все, что окружает меня здесь. Но это, наверное, может понять только тот, кто здесь живет. Хотя и те, кто приезжает к нам в город, они тоже всегда восхищаются нашим городом. Ой, я не могу вам сказать, за что я его и люблю. Во-первых, ой, то, что у нас закрытый город, вот за это я люблю, чтобы никто к нам сюда здесь не оставался, как говорится. Типа за жизнь детей, за внуков. Я сам только тут год, можно сказать, поэтому за работу люблю и за учебу здесь хорошую. Тихий город вполне себе. Ты можешь сравнить, да? Я живу в Казанино. Ну и как тебе Саров по сравнению с Казанино? Ну, свои плюсы, свои минусы, но если говорить о плюсах, то город намного тише, спокойнее здесь. За чистоту. Самый чистый город, мне кажется, у нас. Атмосфера. Да. Люди, чистая вода и тишина и спокойствие. Родной город, мы здесь родились. Что тебе нравится в Сарове? Тут много мороженого вкусного. Зеленый город, чистый. Всегда его убирают хорошо. Спокойный. Очень такое место хорошее для воспитывания детей. Очень много кружков, занятий для детей. Для молодежи, ну, довольно-таки большое количество, опять же, мест, где, куда можно прийти, погулять, посидеть в компании. Мне в городе нравится спокойствие. То, что город небольшой, очень зеленый. У нас, мне кажется, ну, как мне кажется, красивый город, красивая архитектура. Здание, особенно главные улицы, тем более столько деревьев. Очень красиво. В свои 14 лет Андрей Шадеев пришел на водоканал осознанно. Молодой человек планирует провести лето с пользой, заработать денег и потрудиться на благо города. Ты ощущаешь то, что уже ты вырос из этого возраста, где можно поиграться, побеситься, уже настает взрослая жизнь, и тогда уже ты понимаешь. Каждое лето на Горводоканал возвращаются работать те, кто уже был неоднократно. Например, Елизавета Кулагина и Дмитрий Юрунов трудятся здесь уже третий год. Первый год все-таки было страшновато, потому что и люди новые, и, в принципе, первый год иду работать. А потом уже стало даже как-то скучно без этого. Мне очень нравится вся вот эта атмосфера, какая зеленость, вся вот этот, вся же воздух. Очень приятно, на самом деле, здесь работать. Люди тоже добрые, коллектив хороший постоянно. Всего в этом году на площадке Горводоканала трудятся 15 подростков от 14 до 17 лет с 8 утра до 12 часов дня с официальным трудоустройством. Здесь ребята учатся ценить свое время, знакомятся с распорядком дня и выполняют задачи, которые им ставит руководитель. Сложную работу мы их здесь не загружаем. В основном у них благоустройство территории, наводят порядок, собирают скошенную траву, подметают дорожки, где-то что-то, ну, секаторами срезают кусты, кусты, которые растут у нас на скважинах везде. По мнению ребят, Горводоканал – это одно из самых прекрасных мест, куда хочется возвращаться снова и снова. И кто знает, может быть, когда-нибудь они вернутся сюда уже в качестве официальных работников. Этим летом на Горводоканале рабочие смены уже сформированы. Чтобы устроиться сюда в следующем году, следите за информацией Молодежной биржи труда. Ирина Вшугородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Корнхолл, Новус, Шафлборд – это не набор звуков, а название настольных игр. Каждая из них не только прекрасный способ интересной и увлекательной провести досуг, но и потренировать свой ум, ловкость и сноровку. Совсем скоро у саровской молодежи с ОВЗ появится возможность с ними познакомиться. Клуб «Лотас» выиграл грантовый конкурс на предоставление субсидий социально значимым некоммерческим организациям. Пришла идея создания нового проекта, в результате которого мы бы могли проводить турниры и затем в дальнейшем соревнования по настольным, спортивным, адаптированным играм для молодежи с ОВЗ, ну и, возможно, для детей с ОВЗ. Так скажем, потребовалось некоторое время, вот идеи до создания проекта. Мы разработали проект, который назвали «Особая лига». На средства гранта планируют приобрести сами настольные игры, а также модульные столы и стулья для участников. Проект «Инклюзивный тимбилдинг. Особая лига» стартует в сентябре. Занятия будут проходить два раза в месяц. Начнут с теории. Участники проекта изучат историю развития игры. Затем приступят к практике. К участию приглашают молодежь с ОВЗ в возрасте от 14 до 35 лет. Два раза в месяц мы встречаемся и изучаем правила, историю настольных игр. Играем, учимся. И затем уже в конце ноября у нас будут мини-турниры по настольным играм. А в декабре мы хотим сделать все-таки большой фестиваль спортивных настольных игр и пригласим гостей, обучающихся 9-го интерната, воспитанников теплого дома, ну и, конечно же, всех желающих соровчан. Дополнительную информацию о проекте можно узнать на странице клуба «Лотос» ВКонтакте или по телефону 9-91-12. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Петров пост также называют апостольским, поскольку он установлен в память о святых апостолах Петре и Павле, которые постились перед проповедью Евангелия. Исторически этот пост не был связан с апостолами. Его устанавливали для тех, кто не смог соблюсти Великий пост. В зависимости от даты празднования Пасхи, Петров пост может продолжаться от 8 до 42 дней. В этом году он продлится почти месяц. Мы, как с вами тоже последователи Христовы, в какой-то мере даже апостолы, должны готовить себя к тому, чтобы показать своей жизнью, своим отношением к Богу и к Церкви вот свое такое христианское звание. Цель христианского поста – изменить себя, отказаться от вредных привычек и греховных наклонностей. Как правило, в понятие пост входят ограничения в пище, воздержание от излишеств, а также особая сосредоточенность на духовной жизни. Это необходимое средство для нашей духовной борьбы, которое происходит с нами постоянно, как говорят, 24 часа, вот, и каждый день. Вот, поэтому пост, он является средством нашей духовной безопасности, нашего такого духовного обновления. Целесный пост в силу разных жизненных обстоятельств в полной мере могут соблюдать не все. В таком случае следует определить свою посильную меру воздержание в еде. По словам протеерея Владимира Кузнецова, самое главное во время поста – любовь к ближним, дела милосердия, помощь нуждающимся, воздержанность от зла и раздражения. Петров пост заканчивается в День памяти святых апостолов Петра и Павла 12 июля. Декупаж, вышивка крестом, текстильные игрушки. 20 лет своими руками Светлана Горохова создает уникальные работы. Результаты ее творчества вылились в целую выставку, которую мастерица представила в Молодежном библиотечно-информационном центре. Экспозицию рукодельницы назвала «Радость творчества». Начало коллекции положила картина «Космея». Когда я вышла в свою первую работу «Космею», я посмотрела на эти цветы, говорю, это мое. То есть, как бы так получилось, что не очень сложно, и в то же время я это могу. И мне стало так радостно от этого. И дальше все как бы пошло, вот, как снежный ком, наверное, что ли. На выставке Светланы Гороховой можно увидеть полотно, на котором вышиты различные зверюшки, куклы, салфетки, а также личную коллекцию черепах, привезенных из разных городов России и мира. Светлана собрала уже больше сотни фигурок. Какая-то черепаха из Египта, ну, в общем, отовсюду. Даже вот у меня там крустальная черепашка, она из Чебоксар. То есть, вот отовсюду я где видела. И интересная там черепаха, летящий слон. Он как бы стоит на черепахе, немножко необычно. Ну, вот он какой-то такой, я его даже не летящий называла, а путешествующий. Потому что я себя иногда называю романтик с большой дороги. Каждой работе Светлана находит свое место, хранит дома на даче. Но больше всего ей нравится дарить изделия людям и получать от них обратную связь. Работу заканчиваешь, приобретаешь рамочку. Все это вот как-то так творчески. Поставишь работу в рамочку. Радость. Потом думаешь, а это ведь можно подарить. А на этому человеку подходит там подруге, близкому. Посмотреть экспозицию «Радость творчества» можно будет до конца августа. А уже во вторник в библиотечно-информационном центре стартует выставка «Черно-белые компании» от участников клуба «Арт-позитив». Начало 18.00 без возрастных ограничений. В 2017 году Олеся Финюшина, учитель изобразительного искусства православной гимназии, была лауреатом конкурса «Серафимовский учитель». Педагог выступала с проектом росписи гимназической трапезной. В работе участвовали ученики. Они писали орнаменты, тексты и одежды святых. В этот раз Олеся Валерьевна представила на суд жюри конкурса мультипликационный проект «Настоятели» при поддержке фонда президентских грантов, в который входят три фильма об основателях и святых Саровской пустыни. Первые два выпуска вышли под руководством режиссера-постановщика Александра Птичкина. Мультфильмы проекта ребята делали в формате перекладки. Героев и детали рисовали на бумаге, сканировали и переносили в фотошоп, а оттуда в специальную программу для анимации. Мы вот этого персонажа помещали в программу «Муха.Про». Делали рик-персонажу. Рик – это настройка костей, настройка липсинга. То есть вообще это очень долгая процедура. Настроить персонажа – это, наверное, одно из самых сложных, чтобы потом с ним было легко заниматься. И делали анимацию. В рамках проекта Олеся Валерьевна вместе с учениками ездила в различные города, чтобы собрать информацию для мультфильмов. Там юные художники делали архитектурные зарисовки, переносили на бумагу, виды оружия, костюмов и предметов быта. В процессе работы у педагога на столе всегда лежали книги саровских краеведов Валентина Степашкина и Алексея Подурца. Ведь для Олеси Финюшиной в мультфильмах важна была историческая достоверность. В третьем выпуске появились векторные персонажи, а ребята стали рисовать не только на бумаге, но и на планшетах. Присудить звание «Серафимовский учитель» Олеси Финюшиной жюри конкурса приняли единогласно. Я все время говорю, что это не моя заслуга, ну, не только моя заслуга, а заслуга директора. В общем-то, она мне помогает в этом. То есть, когда я ей предложил мультик, потом я прям испугалась этого слова. Зачем я вообще сказала? А она говорит, нет, надо озвучивать это вслух, надо про это говорить, и тогда это получится. Вот. То есть, она прям меня очень поддерживает во всем. Посмотреть мультфильмы проекта «Настоятели» по коллективным заявкам можно в Духовно-научном центре Саровского монастыря. Сейчас православная гимназия подала заявку на грант на создание следующей, четвертой серии мультипликационного цикла. Джутовая филигрань – удивительный вид рукоделия, позволяющий из простой веревки джутового шпагата сделать необычайно привлекательные ажурные вещи. Такие шкатулки, картины, светильники делают интерьер особенным. Выставка работ в такой стилистике «Красота для уюта» открылась в Зале искусств Библиотеки Маяковского. Наш автор нашей удивительной выставки – Любовь Александровна Ивлева. И вы знаете, невозможно не восхищаться людьми, которые способны из их фантазии, выдумкой, изобретательностью, которые способны из обыденных вещей сделать красоту. Вот Любовь Александровна из этих творческих личностей. Первыми декорировать вещи подобной техникой начали древние египтяне еще до нашей эры. Их идею подхватили греки, финикийцы, индусы, а гораздо позже под названием «Скань» необычное плетение стало применяться на Руси. Жгутовое творчество не несет больших затрат. Кроме веревки используют клей-трафарет, на который накладывают замысловатые завитки. Мне очень нравится «Ангел». Замечательные работы, которые она сделала, филигранно, вот именно что филигранно и с большим чувством. Очень нравятся светильники, потому что они создают какой-то неповторимый уют и романтическую атмосферу и чем-то напоминают эпоху Серебряного века, эпоху модерна. Вот есть в этих светильниках что-то такое. Выставка «Красота для уюта» открыта для горожан в часы работы библиотеки Маяковского. Возрастное ограничение 6+. В этом году творческий клуб «Артпозитив» отмечает свой 6-й день рождения. По доброй традиции в этот день участники клуба провели «Артполяну» в парке Зернова и открыли новую выставку «Чебе и Ко». Для художников это первая выставка графики за всю историю существования клуба. К этому событию они шли 4 года. Существует такой международный проект, который называется «Инктопер», и мы где-то лет 5 назад к нему присоединились. И когда начинаешь работать каждый день на какое-то определенно заданное слово, то действительно навык рисования он развивается, а там, если у человека есть фантазия, то уже на основе полученных каких-то зарисовок, этюдов рождаются очень большие работы. Экспозиция включает в себя 74 работы 4 художников клуба «Артпозитив» Алой Ёлкиной, Галиной Жинжиковой, Еленой Латухиной и Верой Язевой. Тематика работ разнообразна. От классической китайской живописи до городских скетчей. Можно увидеть не только черно-белую графику, но и работы в цвете с использованием акварели и акварельных карандашей. На выставке представлена и художественная вышивка. Еще я хотела бы, пользуясь случаем, пригласить наших горожан на нашу выставку и с огромным удовольствием я буду принимать коллективные заявки и проводить экскурсию по нашей выставке вот это лето. Мы работаем до осени, то есть наша работа практически будет два с половиной месяца работать выставка, поэтому мы с огромным удовольствием ждем всех желающих на нашей выставке. «Артпозитив» несколько лет плодотворно сотрудничает с Молодежным библиотечно-информационным центром. Открытие девятой выставки в стенах библиотеки прошло в теплой творческой компании. Гости смогли поучаствовать в беспроигрышной лотерее и аукционе. Художникам дарили подарки, поздравления и аплодисменты. Выставку «ЧБ и Ко» можно посетить в часы работы МБИЦ по Московской 11 для лиц старше 6 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова